Анонимы жаждут доверия. Политика. 9 июля 8. Анонимы жаждут доверия. Единая Россия вовсю готовится к предстоящим в сентябре региональным выборам. По ТВ россияне наблюдают, как Дмитрий Медведев, глава правительства, ответственного за провальную политику, призывают единороссов стать прорывными, сделать очередной шаг в своем развитии, чтобы сохранить политическое лидерство и доверие граждан. Однопартийцы понимают это привычным для себя образом, не без оснований полагая, что прорывные результаты им обеспечит только административный ресурс. В Москве, как известно, представители партии власти решили идти в городской парламент самовыдвиженцами, чтобы уклониться от ответственности за антисоциальные решения своей партии. По сути, такая анонимность обман избирателей. Теперь анонимам приходится собирать подписи. И опять не без обмана и адмресурса. Как сообщает сайт движения «За честный выбор голос», мягко скажем, сомнительные подписи есть среди подданных за самовыдвиженца Сергея Зверева. Он действующий депутат МГД, председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, заместитель секретаря МГР, руководитель городской общественной приемной Медведева. В интернете появилась видеозапись заседания рабочей группы окружной избирательной комиссии номер 31 в Нагорном районе. Один из ее членов, Юрий Дударев, обнаружил в листах в поддержку Зверева подпись члена ТИК этого района Марины Плескачевой. Она была на заседании, и, как положено по правилам, перед его началом расписалась о присутствии в протоколе. Подписи были абсолютно не похожи, явно сделаны разной рукой. «Марина Михайловна, а вы подписывались за Зверева?» Поинтересовался Дударев. «Нет, я не подписывалась. Так может это ваша одна фамилица живет по указанному адресу? Это ваш адрес?» Поняв, что попала в двусмысленную ситуацию, член ТИК изменила показания, мол, ставила автограф за Зверева. Теперь ей, видимо, придется менять и сам автограф. Посмотрев на это шоу вокруг подписи, я вызвал наряд полиции и написал заявление в правоохранительные органы, сообщает Дударев. И этот случай далеко не единственный. Как следует из видеоролика, коллеги и Дударева были далеко не в восторге от его бдительности. Напротив, обвиняли, что он тормозит работу. Зато подписи политических оппонентов проверяют крайне бдительно, дабы устранить даже формальных конкурентов. Ведь как показала прошлогодняя избирательная кампания, реальная степень популярности ЕР такова, что ее представители при недопуске сильных соперников побеждают даже технические кандидаты. Так, в Петербурге местные избирательные комиссии массово отказывают в регистрации оппозиционерам из-за якобы неправильно оформленных документов. Проблемы у тех, кто выдвинут парламентскими партиями, конечно, за исключением ЕР. Например, в муниципалитете «Звездную справедливой России» не нашли данные о регистрации партии, хотя кандидаты их сдавали, что официально зафиксировано. У одного из кандидатов признали недействительным общегражданский паспорт, так как в нем есть отметка об аннулировании заграничного. В районе Новой и Измайловске вообще обнаружили криминал якобы неверную информацию о судимости. В одном месте кандидат указал, что не судим, а в другой аналогичной графе поставил прочерк. Но самая вопиющая ситуация в настоящее время сложилась в Карачаево-Черкесии, где в минувшую пятницу Верховный суд Республики вынес решение не допускать до выборов в Народное собрание кандидатов от КПРФ. Надо отметить, что с самого начала кампании коммунисты подвергались давлению. КПРФ с большим трудом удалось сдать документы для регистрации. Представителя партии Дамира Мулина просто не пускали в здание ЦИК, а к уполномоченному КПРФ Ивану Колесникову разгвардейцы применили физическую силу. В Рескоме убеждены, что препятствие чинила председатель регионального избиркома Лариса Абазалева якобы по указанию главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что, вопреки закону, в здании избиркома находился помощник Тимрезова. Документы все же удалось сдать, хотя на это потребовалась целая ночь. Но власти не угомонились. Кремлевская партия «Обманка патриоты России», созданная специально для противодействия КПРФ, подала жалобу, мол, при утверждении списка были нарушения, якобы на конференции КПРФ присутствовало 56 делегатов, а за список кандидатов проголосовало 27 человек, что составляет менее половины делегатов. При этом никаких подтверждений этому предоставлено не было. Тогда как, по словам первого секретаря Карачаева-Черкесского республиканского отделения КПРФ Кемала Бытдаева, ими в суд переданы все официальные документы о конференции и ее полная видеозапись. Но судья Марина Язаова все эти факты проигнорировала. У нее в республике особая репутация. Она и ее супруг Арсен Язаев, бывший заместитель руководителя Республиканского управления Следственного комитета России, не скрывают да и не могут скрыть этого известного в республике факта они были в хороших отношениях с арестованными в феврале нынешнего года Рашуковыми. Напомним, члены Сафеда Единоросса Рауфа Рашукова подозревают в организации убийств политических противников, его отца крупного бизнесмена Рауля в многомиллионных хищениях. Вскоре после арестов в доме Язаовых прошли обыски. Арсен Язаов был вынужден уволиться из СКР. Что ж, в такой ситуации особенно важно демонстрировать свою лояльность власти. Характерно, что одновременно с судом, где рассматривался иск против КПРФ, происходило заседание Республиканского избиркома, был последний день регистрации кандидатов. Первым стоял вопрос о регистрации КПРФ. Но его перенесли на конец заседания, а затем и вовсе объявили перерыв, возобновив работу лишь после решения суда, удовлетворившего иск патриотов России. Такая вот независимость избиркомов. Таким образом, КПРФ – главная оппозиционная партия и соперник ЕР отстранена от выборов в КЧР, что окончательно превращает их в фарс. Коммунисты республики планируют провести в Черкесске акцию протеста под лозунгом «Против дискриминации КПРФ на выборах» против кумаства и семейственности в управлении КЧР. Заявка подана, однако согласовывать ее власти не спешат. В защиту коммунистов КЧР выступят и участники всероссийской акции КПРФ 13 июля. Решение суда КЧР будет обжаловано. Так что борьба за честные выборы продолжается. Екатерина Польгуева